Всем привет, меня зовут Макс, вы на канале Fragrantius и сегодня я буду делать обзор на парфюм французского бренда Paco Rabanne, который называется Phantom. Поехали! Поехали! Современный люкс, к сожалению, в основной своей массе он достаточно такой безликий и однообразный, из категории понюхал, через 5 минут забыл. На самом деле очень редко встречаются в люксовом сегменте парфюмы, которые способны возбудить мои обонятельные рецепторы для того, чтобы возникло намерение сделать обзор. Мне не хватает характера, мне не хватает индивидуальных ярких парфюмов в современном люксе. И вот недавно пришла посылка и в нее положили пробник Phantom. Все-таки есть о чем поговорить и есть что рассказать. Вот об этом Phantom не все так плохо. Ну и в общем рассказываю. Хотел бы начать все-таки немного пару слов сказать о развитии бренда Paco Rabanne. Я с ним знаком с этим брендом самого с первого парфюма. Это Paco Rabanne Purom. Тот самый старинный зеленый. У меня, кстати, на канале в разделе ретроспектива есть обзор этого парфюма. Так вот, если проследить генезис, скажем так, Paco Rabanne за все эти годы, то очевидно наблюдается тренд к утрате маскулинности. То есть с каждым парфюмом Paco Rabanne становился все менее мужественным, все менее брутальным, все более попсовым, все более сладким. И скатилось все в откровенную цыганщину. Я имею в виду One Million. На мой вкус это вообще как бы такой мой парфюмерный кошмар. Естественно, что маркетологи у Paco Rabanne не дураки, и когда бренд массово выпускает такого плана аромата, очевидно на них существует запрос. То есть был пик древесно-пряных парфюмов, когда все сходили с ума по этим инвиктусам, по One Million. Но, к счастью, он прошел, и чувство такое, что люди просто этим наелись, парфюмами такого типа. И Paco Rabanne решил немного вернуться к корням и вспомнить, как должен пахнуть настоящий мужчина без приставки метро или уни, или еще таких других. И они решили вернуться к корням, древесным фужерным парфюмам, где много цитрусов, ближе к классическому, с лавандой. Но при этом они решили еще и усидеть сразу на нескольких стульях. Они решили все-таки сделать такого парфюмерного франкенштейна и объединить классический лавандовый фужер с цитрусами, с лавандой, со своими вот этими поделками в духе инвиктус и One Million. Я имею в виду вот эту вот сладость, от которой просто уже становится невыносимо. Но обо всем по порядку. Целый коллектив авторов работал над этим парфюмом, среди которых каким-то образом оказался любимый мною и уважаемый Доминик Рапион. Итак, это древесный фужерный парфюм, верхние ноты лаванда, цедра, лимона и лимон, средние ноты лаванда, яблоко, дым, земляная нота и почули, и базовые ноты ваниль, лаванда и ветивер. Теперь расскажу о своих впечатлениях от этого парфюма. Я его честно разносил несколько дней, внимательно отслеживал все стадии. Уже одним из плюсов является то, что он полноценный парфюм, в котором есть три стадии раскрытия. То есть он нелинейный, в принципе на каждой стадии есть свои нюансы. Старт у него просто зубодробительный. То есть это такой парфюмерный нокаут с лимоном. Я бы даже сказал, лимончелло, это итальянская настойка на лимонах, когда просто, образно говоря, лимоны на спирту. Все-таки он более синтетический такой, с лавандой. То есть все как в пирамиде и с немного такими суховато-землистыми почулями. На этой стадии он звучит все-таки несколько синтетически. У меня вот от этой резкой лимонности аж немного начинает першить в горле. К середине, когда аромат раскрывается, вот эта вот лимонность, слава богу, уходит. Но цитрусовость легкая, она остается. Явственно чувствуется почули, чуть-чуть ветивера. Добавляется к ним фруктовость. Я имею в виду вот яблоко. И в базе все уходит в эту печальную, разочаровывающую, по-карабановскую сладость в духе Ван Миллиона. Это ваниль, такая прям абсолютно не мужская, с яблочком. Чем-то отдаленно напоминает Босс Боттл. В целом, если говорить о парфюме, все-таки у меня ощущение некоторой дешевизны и синтетики. Особенно я все-таки сделаю обзор. Особенно в сравнении вот сейчас одновременно с Фантомом. На полках стоит Диор Саваш Эликсир. И как бы диванные эксперты по части Амбраксана его не ругали. Вот все-таки если сравнивать Фантом по-карабановски и Диор Саваш Эликсир. Это просто... Почему я их сравниваю? Потому что в принципе, ну, похожее направление. Лавандовые фужеры. Вот когда начинаешь их сравнивать, то понимаешь, что просто Димаши перед выходом на пенсию сотворил настоящий шедевр. Вот Диор Саваш Эликсир, в нем лаванда абсолютно такая, я бы ее назвал 3D. То есть ощущение, как будто во флакон прям налили абсолютно лаванды настоящего. Так вот в Фантоме с лавандой все гораздо печальнее. Вот ощущение все-таки такой дешевизны, дешевого заменителя. Нету глубины, нету раскрытия. И это касается всех нот практически, которые есть в этом парфюме. Этот ужасный синтетический лимон на старте, плосковатая лаванда. Почули тоже явная синтетика. Я буквально недавно делал обзор на Монталевский Почули, Лезер Почули. Можете посмотреть у меня на канале, и насколько вот в этом Монтале Лезер Почули, насколько там крутые именно настоящие Почули, как буквально эссенция, как абсолют. Если подводить итог, в целом производит ощущение парфюм некоторой такой дешевизны и некоторого компромисса. В данном случае чувствуется, что бренд, этот коллектив авторов решил прогнуться под клиента и сделать, чтобы это было одновременно и фужером, и сладким, фруктовым. Стойкость у парфюма средняя, максимум 5-6 часов он поработает, и на этом все закончится, к сожалению. И, внимание, за это просят 6000 за 50 мл и 8500, 8500 Карл за 100 мл. И при этом весь интернет бурлит, что Диор Саваш Эликсир 60 мл за 9000, это, кстати, сейчас уже можно и за 8000 взять, что это жутко дорого, и за эти деньги лучше взять нишу тогда. Так вот, чтобы достичь такого же эффекта, спа-карабану, который дает в плане стойкости и шлейфа Диор Саваш Эликсир, им надо просто умываться, поливать себя 10-20 нанесений. И все равно через полдня вы про него забудете. А тот же Саваш Эликсир будет играть сутки, а на одежде будет играть неделю. Ну, то есть у меня получился такой в итоге обзор антиреклама Фантома и обзор реклама Диор Саваш Эликсир. Но они просто сейчас практически в одно и то же время вышли, я просто не мог удержаться от сравнения. Тут абсолютно нет никакой предвзятости. Вы можете просто прийти в любой парфюмерный магазин, нанести на одно запястье Фантом и нанести на другое Диор Саваш Эликсир, попробовать и сказать мне, в чем я неправ. То есть, по-моему, тут вывод однозначный, тут даже не надо, ну, без всяких предвзятостей и так далее. И отдельный момент. Поскольку я сегодня пробничек обозреваю, я, ребят, честно, я никогда не куплю такой парфюм за такие деньги. Ну, те, кто видел упаковку, когда я первый раз увидел флакон, я сразу же такой возликовал и говорю, о, так это же Ганимед, это же Ганимед. Я объясню сейчас. Я недавно делал обзор на парфюм Марк Антуан Баруа Ганимед, это нишевый бренд. И в обзоре привел такую метапору, что парфюм Ганимед, это такой робот Федор во флаконе, андроид, абсолютно роботизированный такой, нечеловеческий, абсолютно синтетический до мозга костей парфюм. Так вот, под Ганимед, вот этот вот Фантом, робот по-карабановски, это была бы идеальная просто тара. Но тут вот, что касается Фантома, то никаких вообще роботических коннотаций я вообще не обнаружил. То есть, почему они сделали такой флакон и почему парфюм называется Фантом, очень сложно объяснить. То есть, увязки я никакой не вижу. Будет интересно послушать в комментариях ваше мнение об этом парфюме. На этом все, дорогие друзья. Благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok